Я считаю, что уголовная ответственность – это крайняя мера. Возможно, скажем так, вести ее, как юристы рассуждают, за систематическое нарушение. То есть, допустим, 5-10 постоянных нарушений, либо за голосование по отдельным законам, допустим, те, которые представляют особую важность для страны, касающиеся национальной безопасности, касающиеся, судя многих людей, вот за эти законы, если по ним голосование идет, то, возможно, за отдельным исключением можно вводить и уголовное наказание. А если суть закона внесения изменений в какую-то поправку, то можно, действующий закон тут, незначительный, то тогда можно, думаю, обойтись и административно искать. Но в любом случае, независимо от того, какой закон, какая его важность, и кто за это голосует, должна быть четкая ответственность, либо дисциплинарная, либо криминальная, либо административная народного депутата. Это 100%. Поэтому я поддерживаю Зеленского в том, что он вообще эту инициативу внес и вносит. И я уверен, что в будущем парламент проголосует за подобные изменения. Но надо, чтобы пример парламента, то есть будущее большинство показывало пример голосования, новой политической культуры. Понимаете? Потому что все те, кто сейчас, вот вы очень хороший пример привели депутата БПП, которые рассказывают о том, что он, да, ну, к сожалению, что он срубил, что он проголосовал. И, к сожалению, там даже не звучало. Не было, да? Там было, ну, да, сегодня встало. Вот с такими лозунгами им нужно идти на выборы. То есть они рассказывали всем, что Попоредник и Янукович, и весь этот режим, так называемый, злой голосовал, а когда они пришли к власти, они, по сути, делали то же самое в парламенте. Я могу поименно называть депутатов, в том числе тех, которые связаны с европейскими ценностями и так далее, которые постоянно нарушают принцип голосования лично. Мы все хотели знать. Пане Андрію, интересно, что вы, как политолог-міжнародник, может, приведете какие-то примеры, как в европейских парламентах голосуют. Потому что, мы знаем, там, ну, проводились уже примеры, и все студии. Как в Немеччине, там, когда с какими-то браслетами, или электронными читавачами, они там в разные двери проходят. Есть еще страны, в которых, в целом, там, поднятем руки голосуют и так далее. Смотрите, в Британии, в Италии, в Испании у них были подобные проблемы. Но уровень политической культуры настолько высокий, что они смогли оптимизировать свою политическую систему. То есть у них, может быть, там, голосование не каждый день происходит, а в определенный день. Так, чтобы депутаты разных палат могли прийти и присутствовать все. Есть вариация законопроектов разная. То есть где-то законопроект более важный, на который созывается большинство, где-то менее важный, где допускается голосование, там, удаленно, скажем так. То есть есть разные варианты. То, что у нас происходит, нету нигде. Ну, за исключением, может, каких-то авторитарных стран, либо стран с слабо развитой системой демократических принципов. Поэтому мы не являемся примером, и нам нужно менять ее срочно. Пане Сергею, когда вы смотрели эту телефонную разговор с нашей студией и с паном Спорошем, депутатом от ППП, посмехались, вас забавляли? Ну, я думаю, не здивувало уже точно, но почему посмешку выкликали? Понимаете, это же вопрос политической культуры. И то есть проблема-то в том, что они даже вот не подозревают, что они делают что-то плохое. Хотя, по сути, вот, ведь что происходит? По сути, происходит узурпация власти таким образом. Ну, то есть вот один человек узурпирует власть там 20 своих коллег или там двух своих коллег, неважно. То есть он фактически использует те властные полномочия, которых у него по закону, по конституции нет и не должно быть. Вот и все. Ну, то есть это примерно то же самое, как вот там кто-то из министров будет решать, да, там, за депутатов парламента. Или вот там президент будет принимать какие-то указы, которые будут подменять собой законы, да, как бы. Это все будет узурпация власти. Вот то же самое делает вот этот депутат, который доходы просто вставляет. Вот если бы он знал, что там за каждую такую ставку он бы получал бы серьезное там дисциплинарное взыскание, а при повторном получал бы решение депутатского мандата и, значит, уголовное дело, то он бы там три раза подумал, всовывать ему или нет, а потом бы все-таки не всунул, понимаете? Так, но если бы посмотреть на эту ситуацию с другого боку, мы понимаем, что сами народные депутаты и должны проголосовать за такую ответственность. Чи будет таке? Чи сприймут сейчас инициативу президента? Чи сприйме, возможно, парламент нового скликания ось такой засады? Ну, сами проголосуют, против себя выходит. Смотрите, здесь очень важно, чтобы это произошло быстро, да, то есть вот победила там партия «Слуга народа» на выборах, все эти люди пришли в парламент и одним из первых решений этого парламента должно быть принятие нового регламента. Это же, ну, не просто так вот про эти карточки, это должен быть раздел о персональном голосовании в регламенте. То есть регламент – это закон Украины, он называется закон о регламенте Верховной Рады Украины. И все, вот это должен быть первоочередной, значит, и я думаю, что партии «Слуга народа» стоит этот законопроект опубликовать до того, как ее депутаты зайдут в парламент и предъявить обществу, что вот мы идем не просто так, а мы идем с вот этим. И на первом же там, ну, как бы, как только мы получим полномочия депутатские, мы внесем этот законопроект. И на первом же дне голосования, как только он пройдет там все эти, значит, процедуры, научное, это юридическое управление, научно-экспертное управление, тут же он будет в несенсационный зал, и мы за него единогласно проголосуем. То есть должна быть, мне кажется, такая модель предложена избирателю. Поки таких пояснений, ни «Слуги народа», ни «Видоточения Зеленского» немає, тому, можливо, и ширится информация, что это просто лишь пиар перед выборами, потому что, ну, зрозуміло всем, что не проголосуют. Можливо, навіть на позачерговое заседание не прийдут и на порядок день не поставят, если еще и отбудется такое заседание. Пане Андрій. Я не думаю, что это пиар, поскольку Зеленский заинтересован в сохранении, в перманентном сохранении своего рейтингов, то есть чтобы он не просто был месяц-два, а и потом же местные выборы будут, не забывайте. Сейчас, кстати, по-моему, инициатива его появилась по поводу местных выборов. Андрюш, 10 секунд, но останусь. Я не спрашиваю, что местные выборы. Короче, ему выгодно, чтобы у него рейтинг был высокий постоянно, а не только там какой-то период. И, следовательно, ему он заинтересован как президент в том, чтобы вносить изменения, вносить какую-то инициативу и ее приментировать. Почули. Дякуємо вам. Дякую, панове, за розмову в цій информационной године. Андрій Бузаров – політолог-міжнародник, Сергій Білашко – політичный эксперт. Дякую. Ну и дякуєте. Так само будемо нашему Олександру Белову, який уже готовий рассказать вам актуальні новини на сегодня. Я, Лена Чорновол, прощаюсь с вами. Після новин застрічайте в этой студии моих коллег Антона Довлатова и Олександру Сенько.